я пришла к православию это было не совсем уж давно где-то три года тому как бы я верила всегда бога но не было у меня вот этого чтобы я каждый день молилась там ходила в церковь этого не было исповедовалась я там буквально два раза когда-то один человек мне рассказал когда мне было 17 лет вот и потом меня отбила священник делал мне замечание что я повторяю грехи не каюсь ну каюсь а потом опять их повторяю опять с ними прихожу там одежда что-то ему не нравилось как я одета это мне оттолкнула от церкви в итоге очень надолго более десятка лет вот и когда недавно я вот совсем пришла к этому после рождения второй дочери у меня какое-то такое желание появилось чтобы вот усовершенствовать себя как-то развивать свои качества характера вот в таком плане и к этому я пришла уже там дальше интернет появился попадались видео дальше на православную тему плавно плавно я пришла к православию опять опять пришла к покаянию очень серьезно на этот раз на эту крепились даты да да я думаю что уже все я теперь не отойду от этого я не представляю себя без этого давно мне надо было к этому идти но вот тогда первое мое покаяние это было неосознанно очень это так просто человек рассказал я понимала что это надо я верю но вот рвение такого душевного не было моего именно ну а вот сейчас и есть она знаете как бы и в семейной жизни тоже но и не ладилась и может быть и это тоже повлияло и вот как-то хотелось себя развивать так я и пришла к богу такое сознание что мне нужно покаяться что я очень большая грешница это пришло ко мне ну я покаялась и после того я уже не представляла себе другой жизни что я не могу вернуться к тем грехам к тому способу жизни которое я вела город наш гадич называется вы слышали если мы не был случай вот и как случилось есть православный восторг есть московского патриархата я хожу в от киевского патриархата украинский вот там меня взяли петь но я как бы для меня это не стоит насчет таких расколов потому что я иду я получаю то что я получаю я могу и в московске я хожу там детей своих причащаю когда я пою я не могу в этот день причастить своего ребенка младшим но это это у нас противостояние есть такое что между церквями между храмами идет такое противостояние война ну как как таковой войны нету просто единственное что вот наш священник с нашей церкви он не против он наоборот говорит ходите туда куда вам где вы благодать получаете я вас не зову что вот именно сюда надо вот а с московских там уже более говорят не ходите в киевский патриархат ну я говорю я хожу и туда и сюда то есть мне везде вот таки все так чтобы не разделять и вот лучше да и туда и сюда ходить я так думаю чтобы не главное не попасть под разделением под это и чтобы у меня поначалу вот это было тоже я не знала что мне делать потом начала молиться у меня такое как бы понимание что надо молиться из-за их патриарха из-за нашего как бы ходи делай то что ты делаешь поешь бой и и молись вот а то что кто-то грешит это уже не мои что она все свои дела делает а мы будем богом нам главное подразделение попасть чтобы у нас ненависть себе не воспитывает не воевать в таком плане чтобы не было в душе что я ненавижу московский патриарх у меня нет этого я не хорошо и там и здесь вот в основном у нас вот три у нас церкви в городе две от московского и этаж 3 от киевского вот и так случилось что уже хожу пою поэтому я вот ездила на крестный ход от московского патриархата ездила от киевск от христи не мне что там что там я получила благодать получила впечатления такие что и по поводу вот паспортов хотела с вами немножко поговорить вот слышала что у нас уже в украине с 1 числа уже ввели вот этот закон писан президентом да и не знают подходила к священнику нашему вот у меня конечно такое отторжение от этого всего я готова от этого всего отказаться и детям не брать конечно же вот но тоже да вот это слушать муж как бы ему все равно если я так понимаю если будут карточки он согласится освещение говорит что он тоже не против этого всего и ничего не видит в этом такого плохого говорит я и своим детям оформлю если надо будет то есть это как бы священники фигуалет это потому что освещение которые протестуют они моментально за штат увольняются сейчас набирают именно подбирают патентинет такой чтобы ну были не против вот этой системы всей ну я скажу свое мнение помещение настаиваю допустим на том что я скажу как я поступлю да я никому ничего не рекомендую там не советую ну как есть там александрова калинина порезала паспорта и за ним смотрит смотрю да видела я видео я конечно не за такой радикализм вот ну и я за то чтобы как можно дальше отдалять это время вот то есть бороться не брать вот не брать эти карты пластиковые потому что как только население примет их население страны на население ну а у нас что осталось сейчас мире славянские народы в основном украина россия и все белоруси белорусы приняли пластиковые карты вот сейчас на очереди украина потом россия как только примут пластиковые карты там ну буквально я не знаю ну максимум может полгода ну вот максимум самый большой там последует начертание за ним мгновенно я полотвать не буду я для себя решил я в принципе паспорт не принимал еще в две тысячи каком 2003 году новый паспорт нам сдавали я его тоже не принимал но мне принесли его бросили на стол а я в нем даже не расписывался у меня руки не работают вот а у меня то точно так же тут видишь и господь вот именно вот с тем что он забрал от меня плоти можно сказать управление плоти видишь он меня и как бы миловал по отношению к этим вещам все у меня нет вот этой проблемы что у вас будет я в отпечаток пальца не могу поставить ничего не пользоваться на карте не могу вот так что а вам вот да действительно держись до последнего чего-то да и я для себя решила что нет возьму как ну что зачем рисковать даже если священник дает благословение это еще не значит что это правильно вот у меня священник он даже говорит об апокалипсисе я задала ему такой вопрос что вы как вы видите вот рай будущий да это же особо не описывается евангелии библии он говорит я вот думаю что это не то что вот как бы там бог как бородатый дедушка да как мы привыкли себе представлять там святые как на иконах приблизительно там сады природа все такое красивое а это просто вот как ощущение ты просто ощущаешь себя счастливым там или счастлива не так как в жизни вот просто беззаботно счастлива это не очень удивило как бы священники такие мысли как бы как не священник ну давай сделаем такой вывод да святые последние 200 лет что говоришь все священники последних времен не спасутся и примут антихриста все понимаешь как они не как-то знать и вот раньше к ним всем они мне как ангелы и такие чистые люди вот так вот к ним относилась я даже не могла и подумать что мы так и живем таки ну с одной стороны конечно радующе мы дожили до этих времен что возможно кто-то из нас киста увидеть уже не умрет но изменится претерпеть претерпеть вот это то что сейчас грядет на людей да и ради христа пострадать это вот эти последние христиане которые возьмут времена на себе вот эти пострадать за христа да они нарекутся первыми в царстве небесном то есть они превзойдут по своей святости вот всех тех святых которые сейчас есть хотелось бы удостоиться звание такого царстве небесном ну а что у нас есть еще кроме этого да если мы в жизни стремимся достичь чего-то лучшего ну правильно каждый раз поступает допустим школу да потом мы себе строим какие-то планы там университет куда-то еще повышение по должности да почему бы не достичь царств божию хотя и хотя даже и это сам господь предлагает через евангелие как апостол павел вы это если кто-то бежит из вас то беги первым до чтобы быть первым на ресталище то есть у нас видишь еще предполагается какой-то соревнование даже пристал а какое соревнование именно вот то больше понесет бремя вот то есть если предлагает какую-то господь испытание то нам ну крест да то надо вести без ропота его в то же время еще ожидать это дмитрий правильно будет возвышать план больше ставить планку себе достижение какую-то это не есть прелесть вот что не возгордишься вот я а вот так уже достиг а это негласно должно все происходить об этом это должно только быть у тебя такой внутри тебя вот об этом кричать нельзя конечно ну допустим если ставлю задачу я об этом не рассказываю никому правильно достичь чего-то вот а как только я начну кричать об этом все это уже богом господом уже раз именно будет как именно да один из видов греха да это не угодно богу чтобы хвастаться прийти серафим саровский как вот он почитает жить в житии о стяжательстве духа святого господь открыл мне сказал великий старец что в любячестве вашем вы усердно желали знать в чем состоит цель в жизни нашей христианской и многих великих духовных особ да о том неоднократно спрашивали но никто продолжал отец серафим не сказал вам о том определительно говорил вам ходи в церковь молись богу твори заповеди божии твори добро вот тебе и цель жизни христианской а некоторые даже не выдавали на вас за то что вы заняты негубовым любопытством говорили вам выше в себя не ищи но они не так говорили как бы отследовало вот я у боги серафим растолкую вам теперь чем эта цель состоит молитва пост гдения и всякие другие дела христианские сколько не хороши они сами по себе однако не делали не только их состоит цель нашей христианской жизни хотя они и служат необходимым средством для достижения ее истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании духа святого божьего пост же и гдения и молитва и милостыни всякое христа ради делами добро средства и истяжание святого духа божьего как же истяжание спросил я батюшку серафима я что-то это не понимаю стяжание все равно что приобретение отвечал мне он ведь вы разумеете что значит стяжание денег так все равно истяжание духа божия ведь вы ваше боголюбие понимаете что такое мирском смысле стяжание цель жизни мирской обыкновенных людей есть стяжание и наживание денег а у дворяда сверх того получение почести от речи и других наград государственных заслугий стяжание духа божия есть тоже капитал только благодатный и вечный бог слова господь наш был человек иисус христос уподобляет жизнь нашу тоже еще и дело жизни нашей на земле и минует кукле и говорит всем нам выгадывайте время для получения небесных благ через земные товары земные товары это добродетели делаемые христа ради доставляющие нам благодать всесвятого духа конечно дела наши все втайне должны оставаться как только мы оглашаем дело свое да оно все время теряет свою ценность на небе мы получаем награду здесь на земле уже благодать теряется получается что вот если так материально рассматривать то именно именно богатство да потому что духовно мы это не можем как бы ну представить себе что как что за богатство что за сундуки мы там собираем да вот а видишь как нам кажется кому-то кажется ну тем людям как раз кто говорит об этом много им кажется сундуки собираются а по сути когда он явится перед господом а сундуки все пустые окажется что он все свое богатство уже на земле потратил оно и называется так богатством неправильно а а вот эти знаете монахи схемники которые вот затвор ники вот они вообще они шат всего отрекаются от мира вообще они там даже я не знаю на службы вот эти монашеские они те они все ходят то есть они чисто получается только богу служат и все не значит уже нет таки есть они единицы где-то в горах они так уже их не видит никто знаете я на крестном ходу вот недавно когда ездила в киев видела монаха схемника одного он прошелся со всеми крестный ход а потом где-то хихихи сейчас вот но я видела люди подходили к нему брали благословение я тоже подошла но он практически он ни с кем не общался он постоянно сам был ну это возможно да из таких они себя стараются так не популяризировать они такие бегают от камер чтобы их не снимали нигде чтобы ни в коем случае именно не потерять эту благодать да не возгордиться нигде чтобы потому что сатана то он тут как тут конечно они они вот это в себе очень ценят и хранят чтобы не расточать нигде не потерять ничего да и насчет молитвы еще хотела сергей вас просить от как вы вы говорили что вы читать особо не можете и в основном слушайте да если или проповедь какой-то или молитвы а как вот вот у меня например такое чувство вот когда я читаю это там молитвенное правило что вот обязательно им все молитвы надо там вечером утром прочитать вот такое как будто бы знаете как обеззаловка вот я не могу потом открыто молиться вот нет например своими словами намного я больше ощущаю и общаюсь с богом чем просто прочитать это молитвенное правило я так и ни дня никак не жил ни разу какие-то там правила молитвы это делали для чего чтобы привязать тебя к храму да и все ну священники они говорят читайте молитвенные правила чтобы тебе из тебя роботы сделать чтобы не было у тебя живой молитвы и к богу чтобы на автомате вычитывал да но получается как автоматом вычитала о фух отмолилась вот такое ощущение не я к этому вообще категорически отношусь а я еще раз вот говорю что это мое чисто я никому это не навязываю я предпочитаю живую беседу с господом мы там без всяких этих ой здесь ошибся извини сейчас сейчас повторю да или количество там господи помилуй да ну ерунда вот как беседуем мы друг с другом так и с господом надо и все это вот единственное вот то что свою душу сохранить в такой чистоте чтобы слышать ответы божии я вот об этом больше переживаю вот то что иногда знаешь на молитве не всегда слышишь ответ господа вот потому что естественно вопрошение оно подразумевает ответ да а иногда к Богу обращаешься и тишина и все вот а почему тишина потому что недостоин значит ответа от господа значит чем-то не чист а я почему-то думала всегда вот если не слышишь ответ значит не удалось мне достучаться до господа значит он или меня не услышал или не откровенно была молитва моя не отвечает а потому что мы не поймем его и не примем господь то видит примем когда его ответвий нет это может быть очень горько для нас да конечно мы должны не то что должны а просто обязаны достичь этого состояния чтобы слышать Бога общение с Богом да если мы не слышим его это беда вот я слушала Александра Калинина он так часто говорит об этом что вот он слышит ответ даже вплоть до того что там пошел в магазин то брать или это и вот он это слышит это очень тяжело для понимания мне там раз когда-то удалось вот понять что-то что я поняла что это от Бога вот была такая уверенность но это очень редко бывает вот Александр как раз в большой беде сейчас находится я с ним пытаюсь тоже донести ему и по скайпу разговариваю вот пытаюсь останавливать его уже третий год у него вот этих делах ну почему то получается что он гораздо позже понимает все это а что вы имеете ввиду вот в беде что вот это что понимание там слышание Бога нет во всем вообще человек по сути своей он чистый душой да он очень низкий и не откровенный человек а через это сатана его искушает вот через эти сны сновидения вот этих человек он научился в Евангелии как сказано что нужно учиться разделять духов от Бога ли они вот а у него нету этого он не разделяет он иногда голос сатаны признает за ангельский голос не очень разделяет он верит все в это во все сны подряд все верит знаете вот насчет общения когда в церковь прихожу там ведь собираются очень много людей и к сожалению ведутся вот такие беседы там о жизни о хозяйстве люди приходят и так громко вот начинают обсуждать какие-то жизненные свои идеи в общем это очень-очень отвлекает от молитвы и вообще очень расстраивает что получается мы все ходим в церковь и бог знает зачем мы туда ходим люди не знают пообщаться так о жизни люди не знают зачем они не знают я говорю и со священниками вот так вот ну казалось бы это настолько негепо вот таким вопросом задаваться я говорю ну ты спроси сколько людей у тебя в царствие божие веруют то есть ну вот реально простейший вопрос да ты веришь вообще что ты вот будешь жить в ином мире в ином теле да люди не верят в это а им нужно земное благоустроение им нужна жизнь на земле сына устроить в институт там дождь чтобы не болело вот чтобы сапоги себе новые шубы купить квартиру ремонт сделать а что надо еще и об этом молятся об этом молятся этого и просят так и есть а с людьми коль знаешь господа да это мало-мальски надо людям об этом говорить а через это тоже это один из видов подвига да для господа потрудиться будут и гнать будут и пинать будут и толкать будут когда начнешь правду говорить именно вот задаваться такими вопросами для чего сюда ходите люди вот такой вопрос мне задал мой свекр отец моего мужа когда-то мы сидели за столом какой-то праздник был вот он спрашивает говорит ну я понимаю там ты ходишь поешь а чего ты туда ходишь вообще ну что ты там забыла ну как объяснить человеку и он как-то знаете с такой насмешкой это все ему смешно это он говорит вот я понимаю не было бога нет и не будет вот у него там что-то случилось например там с машиной там стекло побил или что что то вот не повезло в жизни вот если бы был бог значит он бы помог а нет значит нет его что это такое что у нас такое случается со мной такая логика конечно как правило через это сатана он по сути он не изобретательный такой то есть он не может ничего нового придумать потому что он не творец он именно когда пал с неба он именно потерял вот эту благодать божию таланты все он не имеет талантов он хороший психолог вот а не талантливый и вот он людям он одно и то же севает он говорит им он мозг им вкладывает если бы бог был бы он бы исполнял бы все ваши желания вот и все и люди одинаково все говорят и не рожден человек свыше понимаешь эту тему эту тему мало касается потому что опасная тема она вот это но это тема евангельская рождение рождение свыше что значит рождение свыше это обретение Духа Святого то есть если вот троичность троичность человека я переживаю свое скажу не от себя скажу что такое мы наша личность да ну мы созданы по образу и подобию Божию вот а полноценная личность именно по образу и подобию она и есть это тело душа и дух вот в каждом человеке есть Дух обязательно в нем нету Духа если в нем Духа нет Божия то в нем обязательно другой присутствует антипод то есть не Божий Дух Дух Антихриста вот все если человек закоренел в этом то конечно это уже ну нельзя назвать не до человека это уже не есть образ троицы настоящего человека ну вот об этом не говорят конечно нам конечно и брезговать этих людей мы должны молиться за этих людей но это люди вот есть есть такие вот неполноценные нищие такие вот сознанием умственно больные люди да а это вот такие вот понимаешь они духовно больные и мы вот смотрим там он какой-нибудь этот самый даун или еще там плечи а это в душе он такой представляет мы и не видим он что-то такой весь такой да ну а а как вы вот реагируете когда человек например хулит Бога и он сам неверующий и начинает ну вот сколько было у меня таких случаев что сидим и разговор заводится о Боге и люди начинают развивать эту тему что вот его нет и нет и то и сё там куча доводов и сидишь вот так и хочется назвать факты а потом как бы знаете как рот зашит сковывает и я даже не я не знаю что этим людям сказать что им доказать я не знаю что говорить хула это когда человек знает Бога и говорит что его нету доказывает что его нету вот он обиделся допустим на Бога да что-то допустим произошло он был верующим человеком он верил во Христа в спасение души да и вдруг у него что-то в жизни происходит ну много таких случаев бывает и всё и он на Бога обижается да и он начинает проповедовать что Бога нету вот ну как бы мстит Богу вот это и есть ула а когда человек не знал никогда Бога и говорит о нём это это другое совсем это одна из разновидностей вер тоже мы веруем что Бог есть а они веруют что Бога нет и по гордости своей стараются доказать это потому что у меня вот как бы знаете и не с кем поговорить у меня даже таких и подруг у меня все подруги отпали все которые были у меня с многими общалась было весело хорошо а сейчас вообще мне с ними неинтересно и им со мной неинтересно потому что даже даже кумовья и те практически не общались а это вот лишнее доказательство не то что лишнее но можно сказать это первое доказательство того что Господь тебя любит как вот только начинают отваливаться это значит ты божий человек ребенок уже плачет Сергей мне нужно идти спасибо вам большое за общение я надеюсь это не последнее ну да с Бог поговорим все приятно было познакомиться а и мне тоже приятно храни вас Господь посадочной и и вот вот и и и и